И к другим темам. В Армении жара под 40. От зноя люди спасаются в бассейнах, искусственных водоемах и на озере Сиван. Большинство купальщиков – дети и подростки. Что делают для их безопасного отдыха, узнал Армен Осипянц. Спасатели в очередной раз просят отдыхающих не заплывать за буйки. На озере Сиван они дежурят круглосуточно. Это самое многолюдное место летнего отдыха в стране. Особенно пристально сотрудники МЧС следят за детьми и подростками. Родители предупреждаем, чтобы не оставляли детей без присмотра. Призываем взрослых не заходить в воду в нетрезвом виде, не плавать на диких пляжах, катаясь на скутерах и парусниках. Обязательно надевать водные жилеты. На берегу за безопасностью следят сотрудники службы охраны, а за самочувствием отдыхающих – медики. В основном обращаются с жалобами на ожоги. Предупреждаем людей, больше 15 минут нельзя находиться под солнцем. У кого аллергия, надо избегать укусов мошкары. На месте оказываем помощь. При необходимости перевозим в больницу. Это еще одно популярное место пикников. Учелье реки Раздан в Ереване стало еще привлекательнее после запрета купания в столичных фонтанах и декоративных бассейнах. Каждое лето с дедушкой прихожу сюда купаться. Бывает и с друзьями. Здесь мне нравится свежий воздух, вода приятная, немного людей. Не то, что в бассейнах. Однако любители поплавать подстерегают опасности. Во-первых, на дне реки могут быть острые камни, о которые можно пораниться. Во-вторых, вода хоть и сама очищается, но не дезинфицируется, и в ней могут быть возбудители заразных болезней. Отдыхающие в Разданском ущелье придумали, как обезопасить детей. Обложили участок мелководья камнями. Получился самодельный бассейн. По данным МЧС, прошлым летом на Севане утонул один человек. 16-летний юноша плавал на территории дикого пляжа, который спасатели не контролируют.